Они не ищут легких путей и ставят перед собой вокально сложные задачи. Известный в Первоурайский хор Сольвик выступил на одном из престижных российских конкурсов. О высокой ноте Дарья Шимович. Три десятка человек звучат как один. Сопрано, баритон и тенор. Идеальное хоровое исполнение. На сцене Первоурайский хор Сольвик. Наш коллектив стал лучшим на всероссийском конкурсе хоров и ансамблей. Он проходил в Суздале. Сюда приехали 50 коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми. Перед непрофессионалами, а в хоре поют только любители, стояла сложная задача – исполнить произведение приемом нон-легато. Этот способ могут себе позволить только профессиональные певцы. Я позволила себе попробовать этот вариант. И у нас получилось. Именно в этот момент, в исполнении этого произведения, нам сказали «браво». То есть я поняла, что, в принципе, задача была поставлена, она была достигнута. В каком городе или стране не был Первоурайский хор, они всегда находят время выступить в храме. Хор Сольвик существует уже 19 лет. Он объединяет студентов и пенсионеров, управленцев и рабочих. Екатерина Казина из туристического бизнеса. Мечтала научиться петь. Пришла, так и осталась на 11 лет. Сейчас солистка. Я, конечно, поймала удовольствие, поймала кайф тот, который мы ловим на сцене после выступления, во время выступления. И, конечно, я получила удовольствие от прослушивания других коллективов. Одна из новичков хора – Людмила Глушакова. Уже более 40 лет учит играть на фортепиано в музыкальной школе. Говорит, мечтала попасть в этот хор. Я столько нового узнала в смысле постановки голоса, в смысле хорового ансамбля. Узнала очень много новой музыки. Я не была близко знакома с духовной музыкой. За 19 лет существования хора появилась традиция – из каждой поездки привозить маленьких ангелов. Вот и в этот раз, кроме диплома победителей, в Первоуральск приехал Суздальский ангел. Дарья Шумович, Руслан Гаскаров, Новости, Первоуральск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова